Рослов-клуб в Кыргызстане знают все. Через этот клуб прошли тысячи девчонок и мальчишек. А бессменным руководителем этого клуба уже более 40 лет является мастер спорта СССР Владимир Рослов. Но до того, как стать тренером, Владимир Самсонович, конечно же, сам выступал на соревнованиях и как спортсмен также добился неплохих результатов. Но об этом он расскажет сам. Я раньше, как бы сказать, как я попал в бокс. Я был пацаном, занимался футболом. Ну, в футболе я побегал, мне что-то не понравилось. Потом я записался в борьбу. Борьбой в стадионе «Спартак» занимался, на стадионе «Спартаке» борьбой. Ну, неплохо я там начал результат показывать. Ну, я был маленьким весом, и поэтому там не было соперников для меня. Я поэтому подумал, подумал и ушел. А мне здесь ребята пригласили, говорит, пойдем, говорит. У меня там соседи были, боксеры, ходили на бокс. Говорит, пойдемте на бокс. Пойдешь, пойдешь? Я говорю, пойду. Пришел я на бокс заниматься. Там как раз тренировал Клим Васильевич Те и Владимир Петрович Шуванов. Я подошел к ним, говорю, можно записаться? Они говорят, сколько тебе лет? А я говорю, 15. Ну, они думали, думали, ну, кое-как меня приняли. Ну, я начал тренироваться, трудиться, выступать на соревнованиях, на городские, на республиканские потом. Потом стал показывать результат. Мне потом взяли на выезд, на международный турнир в Омск. Я в Омске я выиграл турнир. Международный турнир. Ну, тогда были, сейчас, тогда раньше были все-за юзные турниры, а сейчас международный турнир. Ну, все-за юзные турниры я выиграл. Потом я боксировал, должен был боксировать на Шелкула Шапокова в 1974 году, как раз первый раз он проводился у нас турнир. Ну, там форум не выходил на мастера спорта. Меня говорят, ладно, здесь не будешь драться, поедешь в Ириван, на чемпионат СССР, ДСОС, профсоюзов, трудовые резервы, среди взрослых. Я там стал чемпионом. Приехал с Иривана, начал готовиться и стал готовиться к чемпионату СССР. На чемпионате СССР в Томске я боксировал среди молодежи. Я дошел до финала. В финале я боксировал с россиянином Валерием Виктором Рыбаковым. Сильный боксер был, с горы нет. Но я занял второе место. Потом я в 1977 году боксировал на чемпионате СССР во Фрунзе в 1977 год. Занял второе место. Проиграл я нашему боксеру Валерию Виктору, как и Валерию Гришковцу. Мы с ним встретились, два киргизских боксера встретились в финале в 1977 году. У меня была в третьем раунде разочинена бровь. И победу присудили. Бой остановили, присудили Валерия. В 1979 году призвались в советскую армию. Я попал в сборную вооруженных сил. Выступал на Кубке СССР в 1978 году. В 1979 году занял мы тогда второе место. После окончания спортивной карьеры Владимир Рослов перешел на тренерскую работу. В 1980 году я закончил свою карьеру бокса. Потом перешел на тренерскую работу. И начал работать я в специализированной детской школе Олимпийского резерва. В городе Фрунзе. Тренером по боксу. Я открыл свой клуб «Кожаная перчатка». Потом я переименовал свой клуб «Кожаная перчатка» в «Рослов клуб». С этого времени я работаю до нынешних дней. И подготовил 27 мастеров спорта. Трех мастеров спорта международного класса. Пять призеров Азии. Среди воспитанников Владимира Рослова такие боксеры, как Николай Аполлов, Азамат Ибраев, Влад Вальнов, Руслан Марсатаев, Чингыс Барбашев, Илья Рахметов, Цергак, Жан Сиитов, Анвар Хаджаев и многие другие. Также у Владимира Рослова в свое время, как говорится, ставили руки такие известные в прошлом кикбоксеры, как Жан Булата Монтаев, Руслан Абасов, Канадбек Садегалеев и многие другие. А недавно заслуженный тренер Кыргызской республики Владимир Рослов выпустил книгу. В свое время я стал работать, стал подготавливать, спортсмены учить. И я подумал, мне один такой человек говорит, что ты, Володя, может ты книгу напишешь? Попробуй, у тебя уже хорошие навыки такие хорошие, ты учишь ребят хорошо, школу бокса хорошую ставишь. Напиши. Ну вот я написал книгу и назвал книгу «Рослов клуб. От начинающий до мастера спорта». Книга уже вышла, я отправил своим друзьям, тренерам отдаю. Пусть от начинающих, я показал свою методику, как подготовил, как подготавливать мастеров спорта и хороших боксеров. Пожелаем же Владимиру Самсоновичу здоровья и дальнейших успехов в деле, которая стала делом всей его жизни в боксе.